друзья всех приветствую сегодня новый прекрасный день а уже даже вечер сегодня 16 марта 22 года и с вами как всегда андрей это видео решил записать немножко попытаться рассказать то что то что как бы знаю с вами поделиться начну на вот чего ну вы знаете да то есть сейчас происходит война украина россия вот это так как видится я уже рассказывал вам разные уровни видения понимания и вот многим людям многих людей то что называется чешутся руки то есть причем с одной и с другой стороны там еще там встретить это там на западе а многих людей что молод дайте оружие мы там покажем там тем мы покажем там те тихо хлама те пока мы покажем тем агрессором вот что мол те не правы или там кузькину мать покажем дайте нам только оружие ух чем больше тем лучше и вот поэтому собственно я решил записать вот это видео потому что точно такая ситуация была и в четырнадцатом году и точно так же ваш покорный слуга стоя на вот это майдане на хрящатике и греясь а тот чай который там давали грея руки свои рассказывал людям все абсолютно но вот эти все возгласы геройские что мы всех разгромим мы всех всем покажем где раки зимой такие герои то есть я людям рассказывал о том что что же происходит рассказывал что их используют и так далее все что все сказал все что будет вот так и сейчас точно так же то есть есть как бы под понимание людей что тот враг а у тех людей тем сказали что эти этот враг а в то же самое время обязательным условием есть люди которые этим этим заинтересованы и в то время четырнадцатом году и сейчас точно так же вам говорю одно и то же для того чтобы понимать всю картину для этого нужно посмотреть несколько вот то что с объема и тогда когда вы увидите тогда вы будете для себя делать выводы после этого хотите там сражаться с кем-то там с мельницами пожалуйста вот вам автомат иди там себя складывая свою голову ну что сказать ну а как же надо же защищать украину там в агрессор напал надо защищать как же быть как же быть на то есть такая как бы безвыходная ситуация нужно защищать от того же врага который идет вы знаете аналогичная ситуация была и 2000 лет назад если вы посмотрите даже то время обратите внимание когда пришли трое римских солдат вот пришли помните когда вот иуда сказал что там кого я поцелую вот этот он он является этим который вам нужен вот его можете хватать так если вы обратили внимание то в это же самое время там же было очень много так называемых учеников и когда один из римских солдат приблизился ну какой-то начальник к этому учителя чтобы его забрать собой арестовать петр один из римских он выскочил со своим мечом то есть с ножом и решил защищать учителя своего то есть он вот этим вот ножом хотел нанести удар то есть тот уклонился и результате солдату отрезали ухо что после этого произошло наверно знаете учитель говорит этому петру нет 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 этого делать не нужно совершенно не нужно и он взял это ухо прилепил обратно и она приросло то это абсолютно реально то есть даже такая маленькая история которая говорит о том что казалось бы могли ли вот эти вот сколько там 10 12 учеников справиться с тремя несчастными римскими солдатами могли могли причем вы понимаете что если у петра вот который там рядом стоял с учителем был нож то наверное наверняка еще у кого-то были ножи даже соотношение если там допустим их 12 человек один четырем то они могут даже как бы руками даже один к трем то есть рук руками могут захватить вот этих вот обезоружить этих вот римских солдат и это тоже что они собирались сделать они собирались защищать своего вот он вот родной наш мы за ним тут три года ходим так на что и вот этот вот как раз которого они пытались защищать он говорит да нет не нужно это делать совершенно не нужно все вопросы можно решать совершенно по-другому вот на казалось бы почему точно по такой же налоги и теперь мы переходим к сегодняшнему дню приходим точно также к 14 году сегодняшнему дню что решение вот этим вот военным путем ничего хорошего не даст абсолютно и никогда не это такое уже решение когда я раньше рассказывал одном из видео там люди не находят аргументов и начинает один палкой берет по голове другого второй ах так на тебя палкой понеслось не поэтому даже те переговоры которые проводятся они ни к чему хорошему не приведут так потому что люди рассматривайте переговоры как какой-то бизнес ты мне я тебе по мы вот это хотела а вы нам и должны это предложить вот такой вот такие торги при этом отсутствует самый главный принцип тот принцип который то есть стоит во главе угла всего существования принцип любви как бы то ни звучало кто сказать ну вот ты говоришь на принцип любви вот придет солдат с автоматом там на тебя направит убивать а ты будешь ему рассказывать о принципе любви точно такая же история была в четырнадцатом году вот на центральном телевидении когда пригласили разговор был точно такой же вопрос был я точно также рассказал вот как 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 в этом случае поступать и как достичь результата так дело в том что вот когда я предложил допустим провести переговоры и при этом если обратили внимание я сказал что каждый сторон выйдет то что называется победителем то есть каждый сторон получит то что ей нужно вот не то что они якобы там хотят одни хотим мы хотим это хотим капитуляции той стороны другие нет мы хотим вашей капитуляции понеслось для этого необходимым условием является конечно что ставишь себя на место от другой стороны и стараясь помочь той стороне при этом решаются все вопросы как бы это не звучало вот так же самая такая же аналогия как и две тысячи лет назад была вот поэтому я и сказал в свое время что даже в прошлом видео сказал что даже вот если мне пришлось воевать то я бы не брал бы в руки оружие то есть я бы был бы вот этим вот безоружным то есть я бы да разговаривал с этими вот захватчиками кто то скажет они не хотят с тобой разговаривать не нужно все хотят понять сущность все хотят получить то что они хотят каждый человек каждый солдат даже тот солдат который приезжает которому говорят что ты там должен которым это мы тебе платим там пятьдесят два доллара и сколько там в российской армии и там двойная двойная ставка вроде бы ну сто долларов там в день вот то есть они хотят получать эти деньги естественно вот и как же быть в этом случае никому не хочется убивать другого человека это природа такая вот то есть для этого всего нужно понимать что же происходит и соответственно понимать нужно что каждая жизнь является очень важной каждая любого даже там какого-то насильника какого-то там подонка то что называют вот вы наверняка знаете такую историю опять же писание когда учитель общался там с другими людьми которые были враждебно к нему настроены и там по-моему это ученики его были и они говорят учитель зачем ты тратишь свое драгоценное время на вот общение с ними ведь они же ни к чему не придут они же ничего не поймут на что учитель говорит доктор приходит не к здоровым а к больным так и здесь поэтому всегда людям говорю что нужно в своей жизни руководствоваться вот этим вот принципом принципом понимания принципом уважения принципом любви вот кто-то скажет ну вот там любовь там мариуполь стирают с лица земли а ты тут рассказываешь о любви вот так вот как раз по этому поводу да больные люди они все крушат на своем пути все там вот если зайдете какое-то там психотделение то когда людей припекает какое-то раздражение все психика переклинивает они начинают там ломать все подряд ложки вилки стены кошмар себя увечить вот поэтому очень важно чтобы действительно с такими людьми общались что называются психологи причем психологи не которые там на бумаге который там сертификат там по фрейду а именно те которые с пониманием с уважением с любовью относятся к другим людям так что вот я вам сегодня попытался рассказать что тот вариант который сейчас происходит это не является не будет решения этой проблемы так и тут еще кроме что это война не Украины с Россией а действительно война элиты глобальной против России то есть Россия попала в эту ловушку которую для нее приготовили красиво действительно приготовили и было рассчитано на вот эти вот эмоции что мол как этот я мы же такие великие мы же тут всех поставим так сказать по стойке смирно будут ходить у нас по кругу мы тут вторая армия по величине в мире вот и это как раз и давали а вы что конечно подыгрывали подыгрывали пока те не клюнули слабая сторона давай захватим раз клюнули а теперь а теперь будем давать оружие будем то есть таким образом решение на самом деле идея была это загнать Россию вот в эту вот ловушку из которой выбраться таким путем каким Россия себя представляет невозможно а как же быть а как же выбраться из этой ситуации как из любой ситуации нужно поступать мудро а мудро это значит нетривиально то есть когда человек подходит вот со стороны действительно мудрости то появляются такие решения которые амбициозный человек он не может их видеть ну вот амбициозный какой вот я всемогущий там какая-то там страна я ее захвачу решу все проблемы амбиции раз пытаюсь не могу оказывается там за ними кто-то там еще так а куда мне теперь мне назад нельзя у меня же амбиции признать это мне смерти подобно тем самым я себя потеряю не только на лицо а жизнь свою потеряю вот теперь в ловушке а вот теперь куда и самая большая беда в том даже не дело не в этом Путине несчастном господи Путин сегодня он есть а завтра он лежит в ящике в этом деревянном это обычный человек вся беда это в том народе народе российской федерации который является заложником всего этого ведь на этом народе все будет происходить все эти отдуваться будут кто не при кто бы не пришел вот поэтому решение только может быть через мудрость амбиции приведут к катастрофе это я вам говорю как это есть собственно это это и было спланировано именно с этих же соображений вот хорошо какие вопросы задавайте пишите с вами всегда был Андрей Рыбин жизнь прекрасна и удивительна друзья всего доброго до свидания с Богом субтитры